Важный момент я хочу обратить на мозг, на физиологию. Почему? Потому что во время беременности, если мама употребляет какие-либо лекарства, если мама заболела, если мама и так далее подобное, после беременности родился ребенок, чем-то заболел, вот эти все болезни, либо химическое воздействие, оно влияет на мозг. А мозг в теле это очень важный орган, потому что если посмотрите, лобная доля, она допустим не развивается в связи с тем, что ребенок переболел какой-то болезнью, воспалительными процессами, а что у него потом в дальнейшем? А ведь она же отвечает за самостоятельность, инициативность, способность к критической самооценке, управляет поведением. А если переболел ребенок, а у него здесь какая-то проблема в этой части мозга, а мы потом говорим, что ты такой несамостоятельный, что ты какой-то безинициативный, тебя постоянно нужно подгонять. А все очень просто, ответ вот здесь ответ, просто эта часть мозга плохо работает. Либо еще одна часть мозга, воспроизведение речи и ораторское искусство. А мы потом думаем, почему ребенок не может два слова связать, почему мы видим людей, которые косноязычные. А причина, она как раз может быть в том, что мама во время беременности лечилась от какого-то воспаления и какие-то там употребляла лекарства. Вот оно и последствия потом, человек говорить не может. То есть, эта картинка показывает о том, что деятельность мозга очень важна в том, что мы достигаем успех какой-то, либо мы хотим быть счастливыми. Вот я хочу, чтобы меня люди понимали, чтобы я был таким оратором, привлекающим внимание людей. А у меня с речью проблема. И я несчастный. Почему? Ну, потому что я не могу с людьми договориться, не могу объяснить им, они меня плохо понимают. А почему это происходит? А потому что у меня в мозге какой-то участок достаточно травмированный, не так работает нейросети. А почему? Потому что мама лекарства выпила во время беременности. Поэтому нужно осознать, что физиология, особенно нервная система, мозг, это очень важный параметр, за которым нужно следить. Особенно если у вас маленький ребенок, вы там беременная женщина, либо папа, жена беременная. Следите внимательно за тем, что ест ваша супруга, как она лечится. Потому что все лечение это может быть закончится тем, что у вашего ребенка будет что-то с мозгом. И потом он будет страдать, потому что он не сможет достигать желаемых целей. Еще одна будет картинка. Это вот.